профессию учителя уже можно внести в красную книгу украины ведь сейчас заменить тех кто собирается уходить на пенсию а это почти каждый седьмой педагог просто неким даже те кто поступил все-таки в педагогические вузы работать по специальности не спешат тенденция не первый год действительно есть нехватка по моим данным в городе одесса на ноябрь было 242 вакансии вообще препят работников но учителей и из них большая часть это ну то что у нас называется природный чем математичный профиль то есть там не только физики там и математики химики биологи физики особенно требования и ответственность учителям колоссальная а зарплата по-прежнему скромная так молодой учитель без опыта работы получает 7 тысяч гривен иногда даже меньше учитель высшей категории около 10 тысяч гривен в текущем году обещают повышение зарплат учителям и преподавателям на 26 процентов однако наш земляк нардеп сергей калибошин уверен если не принять действенные меры то ситуация с кадровым голодом не изменится я не думаю что если не предпринимать каких-то экстраординарных мер ну например какие-то там ставить большие муниципальные доплаты там прям большие реально большие начать выделять квартиры учителям вот начать адресно работать с педагогическими вузами там и то что называется хайдхантинг именно вот в школу чем-то интересным привлекать так вот если не предпринимать какие-то такие экстраординарные меры а потихонечку там выходить там на повышение зарплаты социальный статус учителя то эта история не поменяется очень быстро это будет меняться но там годами дипломированной физики в городе есть вот только работать за копейки никто не хочет старшее поколение педагогов рассказывает молодые люди с удовольствием возвращаются в родные школы уже в новом амплуа но надолго не задерживаются вот вы сказали возвращаться дело в том что действительно многие выпускники физических факультетов в частности выпускники физического факультета которые были бывшими лицеистами возвращаются к нам в школу работают учителями я могу просто вот у меня перед глазами стоит лицо этого человека замечательный парень закончил лицей закончил физфак вернулся в лице работал здесь но извините ему 20 лет ему надо строить семью ему нужно как-то свою жизнь настраивать а учитывая то что зарплата учителя не слишком высокая это очень мягко сказано он просто не может выдержать нагрузку на свой кошелек дмитрий выбрал свою специальность по зову сердца но после полученного диплома как и большинство молодых преподавателей столкнулся с той же проблемой все наверно какой-то степени очень банально просто учителя были хорошие в школе собственно в школе потом в лицее и как бы она она заинтересовала меня наука это действительно физика наука природе просто и вот как было интересно как вот объясняется вот физические явления разные вот поэтому ну очень скажем так заинтересовала да закончил ну закончил универ ну как бы почему не прошел по профессии потому что ну потому что ну финансовая составляющая также наш собеседник сознается если бы в школе можно было бы достойно зарабатывать то с радостью вернулся бы в любимую профессию да пошел бы вот без всяких дополнительных нагрузок туда пошел бы пока дефицит педагогов остается проблемой номер один для школ одессы и области парламентарии приняли новый закон о полном общем среднем образовании теперь учителем может быть любой желающий даже не имея педагогического образования и серьезных финансовых запросов разумеется кристина черновалова константин ничрет телеканал репортер